Приветик, друзья, гости, подписчики моих каналов, друзья в социальных сетях. Это видео я хочу посвятить рубрике «Взаимоотношения с людьми» и как увеличить конверсию в социальных сетях, в постах, в историях. Как сделать так, чтобы больше людей интересовались с вами, чтобы больше хотели с вами подружиться, чтобы больше реагировали на те посты, которые вы пишете. Во-первых, нужно понимать, что люди хотят находиться с теми людьми в окружении, люди хотят покупать, люди хотят что-то спрашивать у тех людей, которые в первую очередь им интересны, которым они могут доверять, и те, которые, в общем, люди будут интересоваться тем, что есть у вас, если вы будете напрямую заинтересованы в передаче полезной информации, передачи полезности другим людям. Я иногда наблюдаю такие ситуации. Я поел, я поспал, я встал, я ещё что-то. И вот смотришь на такие посты и думаешь, ну хорошо, что ты сегодня поел, а мне-то с этого что? Ну хорошо, что ты сегодня ещё что-то там сделал, а мне с этого что? Если вы профессиональный туроператор, и вы показываете обзоры путешествий, всегда в ваших этих обзорах наверняка есть ссылочка на то, что и человек может попасть в это же место, для этого ему нужно приобрести такой-то тур. Если вы просто путешествуете по стилю своей жизни, например, у меня так часто бывает, я в несколько раз в году бываю в разных странах, и я всегда показываю людям, что, во-первых, просто хочу поделиться той красотой, которую я увидела, ну я и показываю путь, которым, то есть я предлагаю человеку узнать путь, как он тоже может попасть в такие места, чем я могу быть человеку полезна. То есть получается два, ну такие два, две составляющие. Во-первых, человек видит то, что ему интересно, и он ещё понимает, как он это может получить. Если выкладываете какой-то, типа «я поел», то можно как бы и дать человеку какую-то рекомендацию по поводу этого места, которое вы посетили, по поводу рецепта того, что вы приготовили, или ещё что-то. Ну чтобы человек понял, что вы готовы и с ним поделиться рецептом счастливой жизни, рецептом нового бизнеса, ещё чего-то. Но обязательно пост должен содержать какую-то долю полезной информации. И изначально вот это желание, оно должно быть искреннее внутри. Потому что я наблюдаю за социальными сетями, и вот посты, они настолько отражают внутреннее состояние человека. Сразу видно, кто обиженный на жизнь и на всех людей, кто постоянно выставляет какие-то трауры. Сразу видно, кто только продаёт и продаёт, и вообще забывает давать какую-то полезность, показывая только себя, как я вот такой вот классный. И лайкайте меня. Вот, поэтому есть замечательные такие вот пункты, которые можно взять себе на заметку. Ух ты, какой красавчик! И проверять, а не забыл ли я показать человеку путь, а не забыл ли я поделиться чем-то красивым, что человек увидит, что и ему это, возможно, тоже интересно. Во-первых, ваш пост должен привлекать внимание. Например, если вы ориентируетесь на светлых, позитивных, открытых людей, то, естественно, и ваши посты будут такого же плана, светлые, позитивные, открытые, то они не привлекут внимания, а наоборот оттолкнут жестких людей, черствых людей, негативных, которые окружают себя вот всем серым. Это нужно понимать. То есть посты, они не для всех. Нужно понимать, для кого вы пишете эти посты, для кого вы видео записываете. И первое, то есть ваш пост, он должен быть, знаете, раньше я это называла эффект вау. Сейчас я по-другому это воспринимаю, понимаю, что ваш пост, он визуально должен быть приятным для того человека, для которого вы его пишете. Там должно быть что-то красивое, что-то привлекательное. Первое — это привлечь внимание. Дальше показать человеку решение какой-то проблемы и озвучить эту проблему. Если это, допустим, те же путешествия, и я искренне радуюсь, что путешествую сама и могу помочь другим людям, но я тоже помню, как я не могла вообще начать путешествовать. Меня когда спрашивали, а в каких странах ты была? Я говорила, я люблю путешествовать. А мне говорили, а в каких странах ты была? И я в тот момент понимала, блин, я же не люблю путешествовать, я только мечтаю путешествовать. И поэтому, когда теперь я показываю путешествия, я всегда вспоминаю, что у меня не было этих возможностей. И я это и пишу. Я могу написать, раньше я только мечтала о путешествиях. А сейчас посмотрите, какой красивый вид там открывается из вершины гор в Грузии или в Таиланде. То есть какая-то проблема, которая зацепит также вашу целевую аудиторию. Дальше. Я либо здесь же в этом посте даю решение этого вопроса, либо говорю, что для того, чтобы вы получили такой же стиль жизни, такой же бизнес, могли себе то позволить, то позволить. Может быть, если это красивая еда, чтобы вы тоже могли прийти в такой ресторан. Всё, что вам нужно сделать, это обратиться, написать, и что конкретно нужно сделать. То есть вы вау, внимание, приятное что-то, картинка, изображение, текст. Показывайте, какая проблема либо была у вас, либо она есть сейчас. Вы уже знаете её решение, и, возможно, человеку это откликнется. Потом показываем, что есть решение и что конкретно ему нужно сделать для того, чтобы это решение получить. И таким образом люди будут видеть, что вы им полезны, вы им готовы помочь, и у вас есть то, что, возможно, они, о чём они сейчас только мечтают. Вот так вот легко и просто можно увеличить конверсию в социальных сетях, можно сделать так, чтобы больше людей к вам обращались, чтобы вы могли большему количеству помочь. Можно увеличить количество друзей, которые за вами наблюдают, впоследствии вы находите общие интересы и развиваетесь в том направлении, которое интересно вам. Буду рада, если это видео оказалось вам полезным, потому что моя, одна из важнейших целей, это всё, что я транслирую в интернет, чтобы каждый человек, с которыми у нас, так сказать, настроенный резонанс, чтобы каждый мог получить и для себя что-то полезное. Поэтому, если это видео действительно было вам полезным, натолкнуло вас на какую-то мысль, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии и поставьте лайк, если оно было вам полезно. На связи с вами была Ольга Барабанова и до встречи в следующем полезном видео. Пока!